Что значит имя Андрей? Какое твердое и сильное имя «Андрей»? Тайна имени сообщает о высокой энергетике, которую обладатель имени постоянно чувствует. Значение имени Андрей предполагает толкование чего-то надежного, жесткого и властного, активного и радостного, следовательно, его обладатель верный, выносливый, уверенный в себе, выделяется физической силой. Андрей обычно гордо несет свое мужественное и отважное прозвание, показывая себя надежным другом, устрашающим противником и пылким возлюбленным. По статистическим данным установлено, что прозвание было особенно популярным в Москве в 50-м-80-м годы прошлого столетия, затем наблюдается спад популярности. Сейчас его рейтинг вновь стремительно растет. Отчество Андреевич Андреевна предлагает такое описание своего хозяина «доброжелательный, трудолюбивый, разборчивый, красноречивый человек». Вы назвали бы ребенка этим именем? Да нет, прошло к нам имя из Византии, можно предположить, что его толкование мужественное. В основе значения прозвания Андрей лежит корень слова «андрос» – муж – мужчина. Происхождение имени Андрея находит свои корни в Древней Греции. На русские земли оно проникло из Византии в то время, когда на Руси вводилось христианство. Поэтому не вызывает удивления факт, что за столько столетий это имя стало таким родным и традиционным. Среди ярких представителей этого имени можно назвать святого апостола, первозванного святого князя Боголюбского, который был возведен в рамк святых благодаря своему благочестию и хлопотам о нуждающихся и больных. Он был основателем Боголюбского монастыря около Владимира, а позже его убили собственные слуги. Андрей может гордиться своим происхождением, потому что является тезкой многих знаменитых выдающихся личностей. История имени Андрея помнит таких славных людей, как Вознесенский, Громыко, Калмогоров, Макаревич, Миронов, Николаев, Рублев, Сахаров, Тарковский, Тихонов, Туполев и другие. К работе он всегда подходит серьезно. В детстве Андрюша непоседливый, шумный и подвижный ребенок. Хитрый и впечатлительный. В школьные годы проявляет себя как способный ученик. В подростковом возрасте независимый высокомерен, удивляет одноклассников своей правдивостью. Этот юноша – борец за справедливость, защитник слабых. Характеристика имени Андрея наделяет взрослого человека решительностью и обаянием. Он нравится всем, с легкостью заводит новые знакомства, любит быть в центре внимания, веселые компании. Андрей ответственен, к любой работе подходит серьезно, при этом не жалуется на трудности. В нем заложено стремление к движению вперед, он не сидит на месте, но и рисковать понапрасну не будет. Не боится высказывать свое мнение руководству, защищать интересы коллег. Пользуется уважением начальства. Знакомясь с характеристикой Андрея, делаем вывод, что мужчина обладает литературным талантом, владеет ораторским искусством. Достигает успеха в творческих профессиях актера-писателя, режиссера, художника. Может заниматься и естественными науками. Ко всему относится к юморам. Не любит быть эссимистом Андрюша. Оптимист ко всему относится с юмором. Весело. Оказывается он старается быть таким, каким хотят видеть его окружающие, внимательным сыном, преданным другом, страстным любовником, отличным студентом или добросовестным работником. Характер имени Андрей великодушен. Он любит дарить людям положительные эмоции. Однако, если человек становится его недоброжелателем, представитель имени показывает себя с абсолютно противоположной стороны. Не рекомендуем вам сердить этого мужчину, неизвестно, чем может все закончиться. Он импульсивен и непредсказуем. Характер его неустойчив. Анализируя, что означает имя Андрей, узнаем, что обладатель этого прозвания – ловкий, удачливый, порой жестокий человек. Тайна имени раскрывает его предприимчивость, способствующую достижениям Андрея. Для него характерна быстрая реакция на изменение ситуации. Андрюша непрост, как видится окружающим. Он имеет философскую натуру, вступает в разговоры с умными людьми, делится идеями. У Андрея существует потребность самовыражаться. В обществе желает быть лидером. Самоуверен и спокойная жизнь ему только снится. Имя Андрей описывает человека, умеющего сдерживать свои эмоции, контролировать свои поступки. Обязательный и пунктуальный. Целеустремленный, всегда добивается поставленных целей. Представители имени по отчеству Александрович, Олегович, Игоревич, конфликтные и отличаются сложным характером. Черты характера – общительный, справедливый, честный, активный, жизнерадостный, самоуверенный, эгоистичный. Перемечив непредсказуем занощивый, часто может быть непостоянен в отношениях, девушки жалуются на непостоянство этого парня. Сегодня говорит слова любви одной, а завтра, забыв о ней, шагает рядом с другой. Хорошие и плохие пары Андрея стремится создать семью, но к выбору жены подходит крайне тщательно. Идеальна совместимость этого мужчины с красивой и чувственной женщиной. Его не интересуют внутренний мир и характер избранницы. Обладатель этого имени не прислушивается к советам родственников о серьезном подходе при выборе невесты. Согласно характеристике Андрей эгоистичен, высокого мнения о себе и от супруги требует повышенного внимания к своей персоне. Может приревновать жену к ребенку, если почувствует недостаток заботы о себе. Импульсивен, никогда не знаешь, чего от него ожидать. Значение имени Андрея для мальчика. Имя Андрея появилось в Древней Греции и пришло к нам из Византии. Оно означает «мужественный, храбрый». Описывая Андрея, можно подобрать выражение в сам себе на уме. Значение имени награждает ребенка проницательностью и наблюдательностью, которые скрыты под маской беззаботности и веселья. Жизнерадостный мальчик со вспыльчивым нравом Андрей растет непослушным и подвижным ребенком. С детства тверд и хладнокровен. Ранимый мальчик болезненно переживает неудачи. Это физически крепкий ребенок, отличающийся выносливостью, выдержкой, уверенностью в себе. Он обладает вспыльчивым нравом. Его ценят и уважают за оригинальный юмор, доброжелательность, надежность и щедрость. В чем Андрей добьется успеха? В школе Андрей обычно успешен, потому что способен быстро усваивать материал. Но из-за врожденного непостоянства не доводит начатое дело до конца. Имеет склонность к гуманитарным наукам. Часто этот ребенок увлекается историей. Андрей может стать хорошим руководителем. Ему прекрасно подойдут творческие профессии. Он стремится достичь успеха в карьере, ответственно относится к работе. Убеждение – залог успешного воспитания. Не нужно ругать Андрея за непослушание. Этот метод не принесет пользы. Главное в воспитании – найти подход к мальчику и разговаривать с ним, как со взрослым. Единственный метод, который даст ощутимые результаты – это убеждение. Какие игры понравятся Андрею? Этот ребенок любит заниматься спортом. В основном увлекается теми видами спорта, где есть возможность снять эмоциональное напряжение, например, бэкс, каратэ, стрельба. Он является душой компании, поэтому много времени проводит, общаясь с друзьями.